Уже не первый год День Вышки проходит в партнерстве со Сбербанком. В этом году мы сохранили эту важную для нас традицию. Университет и банк сотрудничают давно и плодотворно. В подготовке кадров, в исследовании технологических трендов, внедрении инноваций. Поэтому логично, что и главный праздник вышкинцев мы организуем вместе. К нам в студию сегодня пришел Андрей Очеретный, исполнительный директор Центра академических партнерств Сбербанка. С ним мы поговорим о том, какие новые технологии придут в банки и как будет трансформироваться непосредственно Сбербанк в ближайшем будущем. Ну и, конечно, о тех карьерных возможностях, которые есть и которые будут появляться в Сбербанке. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться и отметить праздник вышки вместе с нами. Здравствуйте, коллеги. Давайте начнем с самого важного. Какие технологии будущего уже сегодня используются в Сбербанке? Ну, смотрите, Сбербанк уже давно не просто банк, а технологическая компания. И там новинок существует масса. То есть в Сберии есть порядка 10 лабораторий, которые занимаются исследованиями в разных отраслях. И мы понимаем, что там новые продукты, они сейчас создаются не на базе какой-то одной технологии, а на стыке. Из интересных новинок это, наверное, биометрия и возможность снимать деньги и пользоваться банковскими продуктами даже не по телефону, а просто по тому, что всегда с тобой. И таких примеров, на самом деле, довольно много. То есть об этом можно говорить гораздо больше, чем 10 минут, которые у нас с вами сегодня будут. Под биометрием мы имеем в виду только голос или что-то еще? Ну, голос, лицо. Отпечатки пальцев, очевидно. Нет? В том числе, ну, просто как бы как приятный бонус, когда человек устраивается в Сбербанке, его фотографируют в первый день работы, и дальше он может проходить в любой офис Сбербанка без пропуска. То есть, знаете, это стандартная проблема, когда человек забывает дома пропуск на работу и потом думает ему возвращаться, стоять в пробках. Для женщины это особенно актуально, когда поменяла сумку, а пропуск остался в старой. Очень неудобно. Слушайте, меня всегда волновал вопрос, а что делать близнецам, если в Сбербанку строятся два близнеца? Все равно же есть, ну, это человеку они кажутся одинаковыми. Есть же различия, которые позволяют это делать гораздо точнее. Вы же понимаете, что искусственный интеллект распознает людей подделки гораздо лучше, чем это делает человек. И исключение человеческого фактора в этом смысле это очень удобная история. Это хорошая новость для всех близнецов. Устраивайтесь в Сбербанк, там вас распознают. Вы сейчас говорите о тех технологиях, которые уже есть, а что собираетесь внедрять в ближайшее время? Ну, смотрите, здесь опять-таки трудно сделать какой-то короткий перечень. Я бы выделил, наверное, искусственный интеллект, робототехнику и отдельно лабораторию, которая возглавляет Андрей Курпатов, когнитивных наук и поведение человека. Потому что очевидно, что все новые разработки, они будут на стыке. Искусственный интеллект, конечно же, это тот драйвер, который сейчас есть у Сбербанка. Трансформация, которая с этим связана и происходит в Сбербанке, касается каждого процесса. Будь то HR, будь то юристы, все активно. То есть Герман Оскович лично смотрит на то, насколько в каждом процессе, в каждом продукте присутствует искусственный интеллект. Сегодня Сбербанк конкурирует не только с банками, но и с огромным количеством финтех-компаний, которые и не банки, но выполняют финансовые услуги, приложения, сервисы и все остальное. Вот что в этом секторе будет происходить через 10 лет? Ну, во-первых, то, что есть конкуренция, это хорошо. Во-вторых, и Сбербанк уже давно является не только банком, это же экосистема, это куча сервисов, продуктов, которые создаются. И те карьерные возможности, опять-таки, если забегать вперед, это же возможности работать не только над финансовыми продуктами для частных лиц или для корпоративных клиентов, это и сервисы для людей. То есть та экосистема, которую мы сейчас строим, это возможность через одну экосистему заказывать еду, получать медицинские услуги, получать юридические консультации, управлять своим благосостоянием. То есть это целый комплекс всего, что зашивается, по сути, в одну услугу и в будущем. Ну, я тоже в это искренне верю, что каждый из нас может, грубо говоря, по-своему СберАйДи получить почти полный перечень тех услуг, которые мы раньше получали в 15 тысячах компаний. А какая часть экосистемы для вас лично наиболее интересная и чем пользуетесь чаще всего? Медицина, конечно. Для меня, я не могу сказать, что я ей пользуюсь больше всего, но я верю, что медицина является одним из ярких направлений Сбербанка, которое очень интересно. В частности, когда мы начинали этот год, это уже было важным направлением, но пандемия, понятное дело, скорректировала всех нас. И Сбербанк, в частности, гордится моделью, которая предсказывала прогноз по заболеваемости. Мы, так как Сбербанк, это вся страна, всегда рядом, у нас есть доступ, у нас отдельный антикризисный штаб есть, который отслеживал всю ситуацию, как в отделениях, так и в целом в территориях. И та модель, которую мы в итоге построили, мы и делились, и, собственно, предсказания по компьютерной томографии, прогнозы заболевания, вероятность того, что человек заболел ковидом или нет, и какой процент легких сейчас заражен, то, что, опять-таки, искусственный интеллект умеет делать сейчас очень хорошо. А что, в принципе, как вам кажется, станет новой нормой? Ну вот вы уже перечислили какие-то вещи и технологии, которые внедряет Сбербанк. Ну, приведу пример такой вот из мира в целом. Ну, например, еще несколько лет назад представить, что мы телефон будем разблокировать по лицу или по отпечатку пальца было сложно. А сегодня это что-то такое. Я не помню, как это было до этого. Вот давайте пофантазируем, что, вы думаете, изменится в мире через 10 лет? Что у нас появится? Что будет иначе? Ну, это какие-то суперприложения, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о том, о чем будут мечтать люди в будущем, так немножко забегая вперед, то это же отсутствие приватности. Я помню, что когда я впервые услышал это 15 лет назад на каком-то мероприятии, мне это показалось какой-то дикостью. Но сейчас же мир движется в сторону того, что чем больше данных о себе ты оставляешь, тем больше сервисов ты получаешь. И приватность становится самым дорогим, что есть, потому что там понятно, что на основании тех данных, которые человек так или иначе оставляет, где он что купил, куда он позвонил, какую книгу взял в библиотеке, ему предоставляется гораздо более качественный сервис. Мы гораздо точнее можем предложить человеку помочь купить шкаф, если понимаем, что он до этого покупал паркет. Ну и аналогично. Но в обмен он отдает кучу данных о себе. В обмен он отдает какие-то данные о себе. А как быть людям старшего возраста, скажем так? Потому что все, что вы сейчас описываете, это очень удобно и понятно для молодежи, для людей среднего возраста. Научатся ли они этим пользоваться и как их научить? Более чем уверен, потому что здесь же вопрос университетов серебряного возраста. И сейчас много чего делается для того, чтобы все сервисы, которые доступны для молодежи, они были в том числе доступны для разных возрастов. Опять-таки, если вы придете к нам в ВСП, вы видите, что там всегда есть молодые ребята, которые готовы помочь сориентировать взрослое поколение, воспользоваться теми услугами, которые существуют. И они неизбежно к этому привыкают. То есть мои взрослые родители вполне себе отправляют мне видюшки в WhatsApp и не видят в этом ничего сложного. Голосовые сообщения научились отправлять, хотя не считаю это правилом хорошего тона. Мы с мамой тоже эту вещь преодолели, но еще есть над чем работать. Вы уже всех юристов заменили роботами или для студентов вышки остались какие-то карьерные возможности? Ну, конечно же, не всех. И мы же здесь находимся в начале очень большого пути, потому что для того, чтобы искусственный интеллект решал задачку, надо предоставить качественные данные. И вот здесь вот как раз человек не может пока быть настолько же молодцом, насколько машина. Есть еще очень много задач, для которых нужно, с одной стороны, подготовить данные, с другой стороны, правильно формализовать задачу. Потому что не все области так же хорошо формализованы, как IT классическая, скажем так. И постепенно мы двигаемся же к этому, движемся к тому, что вскоре появится тот самый сильный искусственный интеллект, который станет оркестратором над системами NLP, OCR, который будет, ну, грубо говоря, мы что-то проговорили, и нам в этот момент ОКО включает уже нужный нам фильм. Потому что мы сказали, что хотим посмотреть фильм с Деппом или Джоли. Исходя из всего вышесказанного, все-таки выпускники каких специальностей вам понадобятся через 10 лет? На что им сейчас поступать? Здесь от ответа прямого, вот почему. Мы не считаем, что какая-то конкретная специальность, она останется супервостребованной через 10 лет. Каждый человек должен постоянно вкладываться, то есть long life learning – это то, что неизбежно. Мы понимаем, что digital навыки – это навыки, которые сейчас супервостребованы. Они востребованы как у юристов, как у врачей, так и у экономистов. Поэтому, в частности, совместно с крупными вузами мы этим летом учили преподавателей медицинских вузов, педагогических вузов, data science, data science, Java. То есть цифровые навыки востребованы будут везде, и специальности просто будут меняться. Я искренне верю, что само понятие профессии, кадровик, например, или программист, оно уходит. Уже не нужен просто программист. Нужен человек, который, с одной стороны, понимает в разработке программных продуктов, с другой стороны, хорошо понимает в предметной области. И вот такие шейперы, такие люди, которые одновременно в нескольких плоскостях сильны, это то, что будет востребовано. А для них у нас масса возможностей. Практики, стажировки на Сберсизонс. Для студентов, которые учатся в наших программах, это программы-интерны, когда студенты могут учиться и эти два года уже работать и пробовать себя, первые шаги в карьере делать в Сбербанке. Классные, отличные новости. Вы можете привести пример трех навыков, которые помогут студентам стать востребованными профессионалами в будущем? Ну, это тоже просто. Это системное мышление. Это креативность, это экзекьюшн. Человек должен добиваться результата. Найти такого человека, который сочетает в себе и системное мышление, и может креативить, и генерить новые идеи, и доводить все до результата, до поставленной цели, это дорогого стоит. Вы сейчас написали студента вышки. Да, это его портрет. Мне кажется, самое время переходить к пожеланиям. Мне кажется, мы уже знаем примерно, что вы там написали, вы проболтались в нашем разговоре. Я предлагаю сейчас это послание положить в капсулу и прочитать его внимательно через 10 лет. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Спасибо.